Национальный парк Русь, что в деревне Орлова-Молоковского сельского поселения, стал в этом году площадкой для проведения церемонии вручения наград губернаторской премии «Наша Подмосковья». Впервые это торжественное мероприятие проходит на открытом воздухе и что особенно приятно в нашем муниципалитете. Встречает всех символическая красная дорожка, пройдя по которой участники и гости церемонии расходились по многочисленным интерактивным зонам. Ленинский район здесь представил видновский клуб исторического фехтования «Цитадель». Силами этого учреждения на премию «Наша Подмосковья» выдвинут проект с историческим фестивалем «Броненосец». Он представляет собой двудневный фестиваль, в рамках которого проходят семь турниров по различным видам фехтования. Это как исторический средневековый бой, современный мечевой бой, бездоспешный бой 16-18 века под названием «Хима», лучные турниры и различные остальные номинации. Главная особенность турнира в том, что принять в нем участие может как спортсмен, так и самый обычный человек. Впрочем, уже прямо здесь любому желающему предоставлялась возможность под чутким руководством наставников пострелять, например, из лука или своими руками ощутить тяжесть древнего оружия. А после в показательных выступлениях приняли участие сами тренеры клуба. Осмотрел интерактивные площадки и глава Ленинского района Валерий Венцель. Вдоволь нагулявшись и получив море незабываемых впечатлений, и высокие гости, и участники устремились к концертной площадке. Наконец стартует торжественная часть. В 2018 году премии больше всего проектов было подано по теме культуры и творчества, здоровый образ жизни и экологии. Всего было подано 20 489 заявок, в которых приняло участие 75 418 авторов и членов их инициативных групп. И призы нашли своих героев. Были выручены награды по четырем основным категориям. Инициатива, команда, объединение и сообщество, которые делятся согласно количеству задействованных в проекте людей. Кроме того, губернаторам учреждены четыре специальные премии, и одна из них досталась инициативной группе жителей Булатниковского сельского поселения во главе со Светланой Кузнецовой. Силами этих добрых и неравнодушных людей создан и живет проект с символичным названием «Колосок». Это дружеская рука помощи женщинам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. И вот мы помогаем им укрепиться, в первую очередь стать на социальный уровень. Мы помогаем оформить им документы, льготы, пособия, найти своих родственников, установить с ними связь. У нас девочки, которые находятся, нуждаются как в моральной, так и в материальной помощи. И одеть, и обуть. Установить медицинскую помощь тем, кто нуждается. Несмотря на то, что православному, социально-реабилитационному центру Тихвинской иконы Божией Матери, а именно так официально называется это начинание, регулярно оказывается помощь, глава Ленинского района Валерий Винцель пообещал и дальнейшее всяческое содействие поистине благому и нужному делу. Аккуратно, возможности. Еще раз, искупайте друг друга, вы будете сменны. Вы будете помогать. За три года существования центра удалось помочь 30 женщинам, а четверо новорожденных не были брошены в роддоме и успешно растут рядом со своими мамами. Двери центра всегда открыты для всех женщин, кто испытывает кризис. К нам попадают женщины с разными судьбами. Есть женщины, которые попадают из семьи от насилия своего близкого человека. Есть женщины, которые приходят к нам из семьи, где нет понимания между старшим поколением. Есть женщины, которые просто бегут от своего будущего, боясь чего-то, какое-то незнание, неумение, неловкости. Из роддома забирают, не забирают, вернее, женщин, и они попадают к нам. Всего в 2018 году лауреатами премии «Наша Подмосковья» стали 56 жителей Ленинского района. Екатерина Коваленко, Николай Карбанов и Ольга Садовская, Видное ТВ.